В 40-градусную жару жители села Хутни в Гунипском районе остались без воды. Накануне на Гадыкане было составлено очередное обращение к чиновникам с просьбой оказать помощь в приобретении резервуара капитальной прочности, который можно эксплуатировать в условиях высоких и низких температур. Подробнее Ларьяна Шамхалаева. Электростолбы в селении Хутни украшены паутиной шлангов. Это вынужденная мера. Приготовить еду, вымыть посуду и принять душ не так-то просто. Сначала необходимо провести воду с речки, которая протекает за 4 километра от населенного пункта, а затем насосами закачать ее в специальную емкость. Вы, наверное, обратили внимание, что у нормальных людей на столбах провода электрические. А в нашем случае стараемся для себя создать какие-то условия, тянемся шланги с водой. К слову, резервуаров всего 2, им уже более 25 лет и санитарным нормам они не соответствуют. В емкостях быстро скапливается осадок, к вычищению которого привлекают даже маленьких детей. Мы чистим, видите, вот тут люк. Мы вот опять-таки маленьких детей просим, отправляем вовнутрь, вернее, перекидываем на бок. И там такой слой земли, грязи, мула, чистим раз в год. Чтобы вернуть живительной влаге первоначальный вкус, цвет и избавиться от насекомых, хутнипцы ее тщательно фильтруют. Ну, внутри, там, говорят, что, червички, паутина всякие, всякие. Каждый человек не успеет, не успевает, фильтр поставить в каждом доме. И вот так вот живем. Не знаю, до каких пор будем жить. Такие сложности в ауле не только летом. Зимой воды в резервуаре едва хватает на всех жителей села. Во-первых, емкость слишком мала, а во-вторых, она напрочь замерзает. Вода, которую мы протянули, сами же, опять-таки, люди без помощи администрации, за 3-4 километра зимой перемерзает. И воды нет. Сельские активисты сетуют, что обращались к главе администрации Ругуджинского сельсовета Магомеду Гаджимусаеву уже энное количество раз. Но глаз народа не был услышан. Ну, обращение администратору Ругуджинскому, администратору Ругуджинскому, нашей администрации в городском этом и так далее. А кому еще обратиться? Джамат села составил очередное прошение о содействии в установке высокопрочной конструкции для хранения и подачи питьевой воды в объеме 60 тонн. Помимо проблем с водой, в селе Хутни есть и проблемы со светом. Это связано с тем, что на все село всего три трансформатора, а провода ветхие и провисают. Небольшие порывы ветра, и все село остается без электричества.